ВЕКТОР СТЕЛЬМАХ ВЕКТОР СВЕТА ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА Я буду кататься на этой машине и рассказывать вам о том, чего он может и чего он не может. Вы не слышите, как работает мотор? Напрасно. Точнее, не напрасно. Вы действительно не услышите, как работает мотор, потому что мотор здесь дизельный, двухлитровый, мощностью 180 лошадиных сил. Но вы не слышите, как он работает, именно потому, что отличная шумоизоляция в салоне Ягуара. И сидя за рулем, никогда даже и не подумал бы, что здесь дизельный мотор. Сейчас я вам покажу, что происходит в Ягуаре XF, когда вы включаете мотор. Кстати, вот мне нравится, что мотор выключен. Это многофункциональный руль. Но при этом работает навигация, работает радио. Горит подсветка кнопок. То есть, все отлично. Здесь есть кнопочка старт. Надо поставить ногу на педаль тормоза и нажать на кнопочку старт. И тогда происходит вот что. Заводится мотор. И из центральной консоли поднимается такой кругляшок. Это рычаг управления коробкой передач. Его надо... Вот он сейчас стоит на паркинге. Его надо крутить. Вот сейчас я включил задний ход. И камера заднего вида начала работать. Вот я поставил на нейтраль. Я поставил на драйв. И тут есть еще режим спорта. Вот, режим спорта еще можно включить. Кроме того, здесь есть еще несколько ряд кнопок. Когда заводишь мотор Ягуара, вот сейчас мотор выключен у нас, не только поднимается кнопка, вернее, не только поднимается рычаг переключения передач, но происходит еще одна штука. Вот смотрите, как открывается воздуходув, когда заводишь мотор. Завелся мотор. Оп. И начинает открываться воздуходув. Вот так. Теперь автомобиль в рабочем состоянии. У нас полный бак дизеля. И мы можем двигаться. Вот такой ключ у Ягуара. Это ключ, который называется ключ для бесключевого доступа в салон. То есть, двери автомобиля открываются, когда я к нему подхожу. Если ключ у меня лежит в кармане, Ягуар меня узнает и впускает в салон. Поэтому ключ можно просто держать в кармане и не вынимать его вообще. Вот здесь, обратите внимание, при мощности мотора 180 лошадиных сил, средний расход дизеля у нас 7,3 литра на 100 километров. Это при том, что Ягуар у нас разгоняется до сотни всего-навсего за 8,1 секунды. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что по сравнению с предыдущим поколением Ягуар XF, которое вышло в 2007 году, это нынешнее второе поколение, практически полностью сделано из алюминия. И оно на примерно 160 килограмм легче. Еще могу сказать по поводу именно этого автомобиля, что здесь просто огромное место сзади. Мы потом, я сяду сам за настроенным под себя водительским креслом и продемонстрирую, сколько здесь места. Потому что длина колесной базы в новом Ягуаре почти 3 метра. 2,960. То есть это очень большая колесная база. И благодаря такой колесной базе еще удалось сделать Ягуар практичным. В чем выражается эта практичность? Да в том, что багажник у этого Ягуара целых 540 литров. А вот какой красивый Ягуар вечером в салоне. Вот такая вот подсветка здесь всех кнопочек. И здесь красиво подсвечиваются кнопочки. Вот тут тоже. Вот такой у нас приборная панель, красивая. Мне нравится очень, что подсвечиваются кнопки управления на руле. Справа и слева подсвечиваются кнопки на дверях. Ну и вот здесь вот тоже подсвечивается ручка. Очень хорошая, очень хорошая иллюминация. Красиво. Тут есть вот такие кнопочки, я о них уже говорил. Динамический режим, эко режим, нормальный режим и зимний режим. Вот стрелочка, которая переводит эти режимы в одну сторону. И вот стрелочка в другую сторону. Как это все происходит, можно видеть на экране. И в каком режиме вы едете, тоже можно видеть на экране. Вот сейчас у нас обычный режим. Вот я нажимаю. Вот режим эко. Нормальный режим. Динамический режим. И в обратную сторону. Нормальный, эко, зимний режим. Вот выставляешь режим, в котором тебе больше нравится ехать. Мне очень понравилось ехать в динамическом режиме. И плюс еще в режиме спорт, который выставляется нажатием переключателя коробки передач. Вот когда я делаю эти две функции, у меня, вот смотрите, спидометр сразу становится красным. Потому что я в динамическом режиме, да еще и в спортивном. И при таком, при такой езде, если поставить на нейтральную скорость, на нейтральную передачу, то мотор просто ревет. Слышите, как ревет мотор? Вот это уже звук настоящего Ягуара. Ну и едет он в таком режиме неплохо. Хотя, конечно, динамики, как всегда, не хватает. И хочется побольше. Мне нравится, как Ягуар узнает хозяина. Когда к нему подходишь и касаешься ручки двери, открываются зеркала, в салоне загорается свет. Ты садишься, захлопываешь дверь, ставишь ногу на педаль и видишь, как мигает, пульсирует кнопка старт-стоп. Как будто бы приглашает тебя. Побыстрее нажми и поедем. А когда нажимаешь на пульсирующую кнопку старт, приборы оживают и Ягуар готов к прыжку. Ну, пришла, наверное, пора рассказать, чем мне не нравится Ягуар XF. Он отлично ездит, но в салоне меня многое не устраивает. Вот здесь очень широкие передние стойки и наклон у них такой, что они перекрывают обзор. Кроме того, тут же в углу зеркало заднего вида и тоже оно перекрывает обзор. Точно такая же картина и с противоположной стороны. Поэтому, когда едешь, то боковой обзор очень ограничен. Плюс ограничен еще верхний обзор, потому что вот здесь сверху зеркало заднего вида салонное, которое тоже перекрывает обзор вперед. Получается зеркало заднего вида, наружное зеркало заднего вида, боковые стойки. И в результате обзор в Ягуаре не очень хороший. Что мне еще не нравится в Ягуаре XF, так это место на заднем сидении. Вот посмотрите, я сажусь сам за собой, за настроенным под самого себя водительским креслом. У меня рост метр восемьдесят пять сантиметров и до переднего кресла у меня всего-навсего ширина ладони. Я не могу сидеть, закинув ногу на ногу. Даже несмотря на то, что в Ягуаре самая большая колесная база в классе. Здесь почти три метра колесная база. Почти три метра. Мне не нравится еще, что я не могу вот здесь вот сзади, как пассажир, регулировать температуру обдува. В автомобиле за шестьдесят тысяч долларов хотелось бы. Еще мне хотелось бы, чтобы в автомобиле за шестьдесят тысяч долларов был не только подогрев кожаных сидений, но и их вентиляция. Хорошо, что здесь есть подогрев руля. Но я думаю, что вот такое расстояние до переднего сидения и такое маленькое по меркам почти трехметровой колесной базы расстояние сзади это для того, чтобы сделать огромный багажник объемом в пятьсот сорок литров. Сейчас мы посмотрим на него. Ну вот, давайте посмотрим, какой здесь багажник. Пятьсот сорок литров. Багажник с электро... с поднимающейся крышкой. Электромотор поднимает крышку. Просто огромный багажник. Просто огромный. Просто огромный. Ну, я там точно помещусь, не хочу залезать, а то меня заблокируют. Так же, как на заднем сидении. Несмотря на то, что в Ягуаре FX очень большой багажник, здесь, в подполье, у него лежит всего-навсего докатка. Не полноценное полноразмерное колесо, а докатка. Почему так пожадничали в Ягуаре, непонятно. При таком большом багажнике можно было для Украины хотя бы положить полноразмерное колесо. Кроме того, с докаткой особо на дачу не поедешь. Вы же знаете, какие у нас дороги. Так что картошку в этом большом багажнике перевозить точно не будут. И закрывается он вот нажатием на эту кнопочку, электромоторчиком тоже. Вопрос в другом. Зачем владельцу Ягуара такой большой багажник? Он же не будет возить на нем картошку с дачи. Тем более, что на дачу по нашим дорогам он вряд ли проедет. А вот эта пластмассовая штучка, это точно для нас. Я сначала не знал, для чего она нужна, но потом разобрался. У нас, как я уже говорил, дизельный Ягуар. Вот здесь написано дизель. И сюда вставляется, естественно, специальный дизельный пистолет. Но иногда пистолеты бывают не того размера, поэтому вот здесь вот написано дизель. Если пистолет толще, чем нужно, то вот этим вот крючком мы вынимаем пластмассовую заглушку и в любом месте сможем заправить наш Ягуар дизельным топливом. Полезная для Украины вещь. Вот у нас есть рулетка. И мы сейчас проверим, какой дорожный просвет у Ягуара. Я хочу сразу сказать, что это не тот дорожный просвет. Я не знаю, какое расстояние. Может быть, там снизу у него что-то еще торчит, и дорожный просвет еще меньше. Мы проверяем очень простую вещь. Мы сейчас проверим, сколько сантиметров от асфальта до юбки переднего бампера. И сразу будем знать, подъезжая к бровке, надо ли быть аккуратным, будет ли он юбкой переднего бампера цеплять за бровку. Я предполагаю, что будет. Это и так видно невооруженным глазом. Но сейчас мы узнаем точно, сколько сантиметров дорожный просвет. Ну вот, сейчас посмотрим, какой здесь дорожный просвет. Или, как я уже говорил, расстояние до юбки, до нижней части юбки переднего бампера. Сейчас посмотрим. Совсем тут мало. Ну вот, сколько у нас тут получается? 14-14 сантиметров. Даже 13,5. Еще один недостаток, который есть у этого ягуара. Это очень большая длина для города. Даже несмотря на то, что в камере заднего вида есть направляющие. Вот я кручу руль. И направляющие двигаются вместе с рулем. Даже несмотря на это, парковаться в городе на нем неудобно. Но ягуару можно простить очень многое. И я уверен, что владельцы ягуара прощают и простят ему это. Именно потому, что это ягуар. И самое главное, он отлично ездит. На дороге ягуар FX уважают. Когда в зеркале заднего вида видят его светодиодные фары, то моментально уступают дорогу. Когда я ехал на Бориспольской трассе со скоростью 200 км в час, даже пафосные Мерседесы без разговоров тихонечко уступали мне левый ряд. Это ягуар. Вот здесь на водительском подлокотнике вы видите цифры 1, 2, 3 и цифру М. Цифра М это мемори. Запомнить. Так вот, это три варианта настройки сидения. То есть, теоретически на ягуаре может ездить три человека за рулем. Каждый сам под себя настраивает сидение. И когда садится, нажимает свою цифру. 1, 2 или 3. Честно говоря, я был удивлен. Даже современный водитель ягуара вряд ли разрешит кому-то садиться за руль. Ягуар машина для тех, кто сам любит ездить за рулем. Но я понял, зачем здесь несколько настроек. Как минимум две. Когда выехал на Бориспольскую трассу и проехал на ягуаре FX со скоростью почти 200 км в час. Эти настройки для того, чтобы один режим. Это вальяжная езда по городу. Второй режим. Это спортивная посадка. Когда ты мчишься на большой скорости или делаешь крутые виражи на каких-нибудь серпантинах. И третий режим. Это расслабленный режим. Удобная посадка режима езды по трассе. Для этого, я думаю, здесь три варианта настройки сидения. А не для того, чтобы пускать за руль нескольких водителей. Ягуар отлично ездит. У него мягкая и одновременно упругая подвеска. Он достаточно динамичный. 80 секунд до сотни. Это, конечно, не рекордная динамика и не спортивная. Но ехать приятно. Особенно, если включить режим спорт. И плюс еще добавить к нему динамичный режим езды. И самое главное, что после всех этих зажигательных поездок, средний расход дизеля на 100 километров, вот, смотрите, всего-навсего 7,3 литра на 100 километров пути. Это очень мало. И мы вспоминаем старых Ягуаров, старые модели Ягуара, у которых было два бака. Именно потому, что они были очень прожорливые и потребляли много бензина. Ягуар FX это отличная машина. Он прекрасно ездит. Даже несмотря на то, что динамика разгона у него всего 8,1 секунды до сотни, этот автомобиль доставляет удовольствие от езды. Особенно с учетом того, что здесь прекрасная, подходящая для наших дорог подвеска, которая упруго проходит все неровности, ямы, перескакивает через лежачих полицейских, не доставляя никакого дискомфорта. При этом на Ягуаре FX можно абсолютно спокойно заходить в крутые виражи, можно абсолютно спокойно дрифтовать, ведь тут задний привод. Это хорошая машина, и она хорошо ездит. Но мне кажется, что здесь нету, может быть, самого главного, чего обычно ждешь от Ягуара. Тут нету того, что цепляет. Чего-то особенного, что есть только в Ягуарах. Нету того, что было в старых Ягуарах, которые были ужасно прожорливыми, часто ломались, но их водители все равно любили эти машины, и даже готовы были купить себе два автомобиля, для того, чтобы ездить на другом, когда первый стоит в ремонте. Не цепляет. Ягуар должен брать за душу, должен когтями цепляться в сердце, так, что его владелец полюбит его на всю жизнь. А Ягуар FX – просто хороший, роскошный, достойный автомобиль. Извините, но я не мог этого не сказать. Насколько хорош Ягуар FX, понимаешь только после того, как пересаживаешься в другую машину. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести. И, конечно, ставьте лайки.